всем привет меня зовут дима и сейчас я вам расскажу очень интересную историю про то как кубинцы нелегалы приплывая во флориду получают green card недавно на канале меня спросили правда ли это что есть такой закон который легализирует всех кубинцев нелегалов которые вот приплыли во флориду любым способом до есть но он не настолько простой и сейчас я хочу немножко подробнее о нем рассказать снимаю это видео на на пляже города который называется treasure island это в переводе значит остров сокровищ вот такой остров сокровищ с плохим песком но с очень большим пляжем и так вся эта история началась 1959 году когда фидель кастро пришел к власти на кубе сделал кубу коммунистической страной а америка как противник коммунизма они в шестьдесят втором году приняли закон специальный иммиграционный закон для кубы а который позволял кубинцам нелегалам приплывшим сша заплаяться на green card и со временем там через два года получить заветную green card вот просто так вот и этот закон то родил очень большую волну эмиграции из кубы кубинцы отправлялись на на лодках на маленьких лодках даже на самодельных лодках просто через мексиканский залив плыть во флориду на флориду кис а так как расстояние здесь не очень большое между кубой и южной точкой флориды примерно 145 километров вот так что со временем там в семидесятых восьмидесятых годах кубинская такая лодочная эмиграция достигала порядка несколько десятков тысяч человек в год вот ну и много из из этих людей которые пытались переплыть пролив погибали вот и это как бы стало очень большой проблемой и с сша с кубой начали как бы рассматривать эту проблему чтобы уменьшить эту иммиграцию чтобы обезопасить флоридский пролив и в девяносто пятом году администрация клинтона совместно с кубинской стороной внесла изменение в этот а иммиграционный закон и они назвали эти изменения и этот новый закон wet food dry food policy что переводе значит акт мокрой и сухой ноги вот и суть была в том что а кубинцы которые были перехвачены береговой охраной в воде они были депортированы обратно на кубу и кубинская сторона должна была их принять депортация была за счет америки но те кубинцы которые все-таки смогли высадиться на берегу тем разрешалось через год оплаяться на green card ну и от а кубинцы которые приплывали они просто и шли там не знаю куда полицию и говорили вот я кубинец я только что приплыл там запишите меня что я уже здесь что я через год смогу оплаяться на green card вот так же этим законом с кубинской стороны была договоренность что они будут принимать меры чтобы люди больше не плыли но нельзя просто так взять и остановить поток иммиграционный для этого америка ввела еще специальную лотерею иммиграционную для кубинцев минимум 20 тысяч человек в год а выигрывали в лотерею и со своими семьями отправлялись легально жить в сша вот и этот закон действует с 95 года так что эмиграция немножко уменьшилась через то что раньше даже кубинцы которых береговая охрана вылавливала в воде она их все равно америка не хотела их отправлять назад в кубу в коммунизм вот но и куба не особо и хотела принимать но сейчас этим новым законом уже договоренность с куба есть что если американская сторона ловит в воде так называемых вэтфуд иммигрантов они отправляют их обратно ну а драйфуд те которые высадились остаются жить во флориде поэтому в майами очень большая кубинская диаспора вот ну и вместе с такой историей кубинской миграции очень много казусов было было так как были случаи что вместе с кубинцами на кораблях приплывали гаитянцы доминиканцы но 20 человек приплыло 10 кубинцев там и остальные там другие островитяне кубинцы оставались получали грин карты а другие были депортированы вот как очень много скандала было штак нечестно и так дальше но так было кубам было и есть коммунистами америка не любит коммунистов не любит коммунистический режим и всячески пытается спасти людей которые живут в этом режиме вот был даже такой случай очень смешной когда несколько кубинцев высадились они на земле на опору моста который соединяет там два из островов флорида кис вот но этот мост был не рабочий он был не соединен с землей вот на эти кубинцы высадились и все давай там мы мы приплыли давайте нам это green card а и депортировали потому что фактически они не были на территории сша они были на мосту который не соединен с континентальной частью сша вот так и так что их депортировали обратно вот а сейчас очень много проводится не то что много но профессиональные спортсмены делают попытки переплыть а этот пролив не на лодке а вот своими руками ногами а их конечно сопровождает там бригада и съемочная группа и врачи но как бы это все равно вот своими руками сто сорок пять километров переплыть и вот 2011 года было уже пять попыток три разных спортсмена пыталась переплыть но так у них и не получилось там я не знаю всех причин вот буквально недавно австралийская спортсменка пыталась сделать такой подвиг но она была она где-то столкнулась с медузой получил ожог и вот после 11 часов в воде она сдалась но до этого все-таки один человек когда-то переплыл но он или она не знаю сделали это в клетке атаку то есть он спортсмен спортсмен плыл сам но вокруг него была клетка чтобы оборонять атаку вот так но это наверное все надеюсь вам было интересно так что ставьте лайки а пишите комменты задавайте еще интересные вопросы которые я на которой я буду на которой я смогу ответить вот а ну все мы тогда будем дальше купаться ну а вы дальше смотрите наши видео всем пока пока